Я извиняюсь, но вы безобразны. Кто-то должен был вам это сказать. В сегодняшнем видео 10 вещей, которые делают вас непривлекательными и как это исправить. Первое по списку, что делает вас безобразным, дурное отношение к людям. Будучи злым, будучи занудой, с вами никто не захочет быть рядом. Поймите, люди не захотят с вами находиться, если вы ворчен. Ваш уровень привлекательности упадет ниже плинтуса. В доказательство этому позвольте рассказать об исследовании, проведенном в Китае. Были разложены фотографии, которым прилагались различные слова к одинаковым фотографиям. Все было одинаково, за исключением слов. Итак, этот человек приличный, дружелюбный, милый или злой. И всегда, когда человека подписывали злым, в отличие от фотографии с хорошими словами, люди оценивали его как менее привлекательного. Вторая привычка – недостаток сна. А что такое достаточный сон? Это зависит от человека. Вам нужен качественный сон, которого будет достаточно. Большинство людей ходят весь день с усталостью. На основании исследования 2013 года, за такими людьми наблюдали, чтобы понять, что делает их непривлекательными. Это оказались кожа, глаза, мешки прямо под ними. Эти вещи делают вас непривлекательными. Поэтому высыпайтесь и следите за кожей. Чтобы поддерживать здоровую, красивую кожу, кроме хорошего сна, вам нужно пить много воды, питаться здоровой пищей, защищать кожу от солнца и пользоваться кремами. Третья привычка – неумение вести себя за столом. В исследовании 2014 года в Англии было обнаружено, что 86% женщин не приходят на второе свидание, если на первом мужчина показал плохие манеры за столом. Для них это негативный сигнал и о других качествах. Друзья, научитесь вести себя за столом. Четвертая плохая привычка – грамматические ошибки. Кто бы мог подумать, что грамматика так важна? Согласно исследованию матч.ком, в котором опросили 5000 человек, что заставляет профиль в соцсети плохо выглядеть. И исследователи были удивлены, что из множества вариантов плохая грамматика победила с отрывом. И это забавно, как будто плохие зубы на фото не так уж и страшны, что является очень важным аспектом при встрече с человеком. Но при онлайн-знакомствах грамматика гораздо важнее. Поэтому проверьте, прежде чем что-то написать. Перечитайте вслух заполненный вами профиль. Нельзя допускать ошибок. Следующая плохая привычка – так уж и быть. Открою вам секрет – плохая гигиена полости рта. Позаботьтесь о своих зубах. Сходите к дантисту. Если вы будете с кем-то близко и откроете рот, и собеседник увидит полный рот кариеса, кровоточащие десна. В этом будет мало привлекательного. А запах. Много что может пойти не так из-за одного только запаха. Следующая плохая привычка, которая делает вас менее привлекательным – это быть в стрессе. Друзья, нужно расслабиться. Будьте проще. Но я не говорю слишком расслабляться. Но не переживайте по пустякам. Дело в уровне кортизола. Исследование 2013 года в Латвии показало, что происходит у людей с его повышением. Исследователи даже не знали, что это обнаружат. А именно, что низкий уровень кортизола – низкая привлекательность. Друзья, следующая плохая привычка просто поразила меня. На основе исследования 2017 года в Шотландии, если вы не тренируете свою мышцу креативности, если вы не проявляете себя как креативного человека, вы кажетесь менее привлекательным. Все, что обычно девушки считают привлекательным в разумных пределах – креативность может перекрыть. Это самый главный индикатор того, что с этим человеком можно создать долгосрочные отношения. Поэтому, друзья, убедитесь, что вы тренируете мышцу креативности. Креативность можно развить, поэтому я включил ее в список. Следующая плохая привычка – отсутствие собственного аромата. Друзья, у нас у всех есть свой природный запах, который нужно контролировать. Даже если вы ничего не надеваете, стоит нанести немного духов. Наличие запаха люди сразу заметят, особенно если вы не принимали душ. Некоторые могут подумать «О, е, чертовски крут!». Нет, по этой причине мы используем дезодоранты. Да, это двусторонняя монета, потому что если у вас прекрасный собственный запах, вам достаточно купить духи, подчеркивающие его. Если это не так, то вы все равно сможете повернуть это в свою пользу. Следующая привычка, делающая вас непривлекательным – подчеркивать одеждой асимметричные черты. Позвольте объяснить. Симметрия – это когда левая и правая стороны выглядят одинаково. Это мы воспринимаем как натуральное и самое привлекательное. Иногда мы можем встретить парня, у которого немного косят плечи, или слегка перекошенное лицо. Что же тогда делать? Я не говорю пойти и переделать структуру ДНК, это невозможно. Но вы можете одеться таким образом, что не будете это подчеркивать. Если покупаете пиджак на одно плечо ниже другого, можно поставить дополнительную подкладку, чтобы убрать эту разницу. Возможно, вы на это никогда не обращали внимания. Посмотрите на себя в зеркало. Убедитесь, что вы не используете стиль во вред себе. Следующая привычка не делает вас некрасивым. Она делает вас мерзавцем. Будьте аккуратнее. И это лажь. Если вы врете, и если люди это знают, вы теряете всю привлекательность. На основании исследования 2016-го, очень похожие на исследования в Китае, о котором говорилось ранее, были фотографии и слова, прикрепленные к ним. Когда вы нечестны, когда вы лжете человеку, ваш уровень привлекательности стремительно падает. Будьте честным человеком, окей? Ну что, друзья, напишите в комментариях, что может сделать человека отвратительным. Что, по вашему мнению, в людях убивает привлекательность? В женщинах, в мужчинах, без разницы. Если вам понравилось это видео, поделитесь им и поставьте палец вверх. Продолжение следует...